Из житей святителя Иоанна Затаусова Архипастерские труды святого Иоанна производили в высшей степени благотворные действия на жизнь столицы Зло, нестроение, однако, проникло так глубоко, что недостаточно было от них назиданий Необходимы были наказующие удары правды Божьей, чтобы образумить преданную миру и его прелестям народ Такие удары действительно не раз постигали Константинополь Особенно страшным было бедствие, причиненное землетрясением, происшедшим в первые годы правления святителя От землетрясения вообще много страдали города в 4 веке, но это землетрясение было особенно ужасным Почва колыхалась, как море, и дома трескались и распадались, погребая под своими развалинами несчастных жителей Вдобавок к этому Босфор произвел наводнение, а злоумышленники совершали поджоги в цель скрыть следы грабежа и счищенства Все были объяты ужасом, императорская семья спасалась бегством и беспорядок водворился невообразимый Среди этого всеобщего смятения и ужаса остался непоколебимым один архипастер церкви Он восстановил порядок в смятенной солице, ободрил пораженных ужасом И когда население понемногу возвратилось в город и успокоилось, он разобновил свои беседы, в которых огненными красками изображалось как само бедствие, так и то нечестие, которым оно было навлечено Чтобы еще более ободрить народ, святой Иоанн совершил торжественное перенесение мощей святых мучеников в особо устроенный для них храм на противоположном берегу Босфора в 9 километрах от столицы Перенесение было совершено ночью, и это торжественное шествие многочисленного народа с зажженными свечами И эти восторженные песнопения, звучащие среди ночной тишины, производили глубокое, потрясающее вместе с тем умилительное впечатление Ревностно выступая за правду и поборая зло, святитель Иоанн тем самым уготовлял себе множество скорбей Но по непреложному Слову Христа Спасителя составляет неизбежную земную награду всем Его истинным ученикам и последователям Как и истинно было ожидать Его строгие мероприятия по искоренению церковных и нравственно-общественных нестроений И зол должны были вызвать раздражение и вражду против Него со стороны тех, кого они особенно коснулись И прежде всего недовольны были, конечно, те епископы, которые, как незаконно занимавшие свои кафедры, были лишены их С крайним озлоблением они начали вести враждебную агитацию против Константинопольского архиепископа Обвиняя его в незаконном торжении в чужие епархии и в разных жестокостях Если недовольны были епископы, то тем менее могло быть довольным столичное духовенство Привыкнув при приедем архиепископе к полной неестественности в жизни, нестесненности в жизни Она стала решительно негодовать, когда святой Иоанн сам, прошедший все степени церковного служения И имевший самое высокое понятие об обязанности пастырей Стал напоминать им о долге служения и искоренять различные нестроения и злоупотребления Недовольство среди духовенства перешло в полное негодование Когда преданный статоусту архидиакон, прямодушный, но не сдержанный в своих выражениях серапион Зная столичное духовенство и видя его противодействие святителю На одном церковном собрании сказал ему Не можешь, младыка, исправить их, если всех не погонишь своим одним же злом Выражение было быстро подхвачено недовольными Которые стали усердно распространять по городу разные хулы и злословия на святителя Обвиняя в жестокости и человека ненавистиществе Если так относились к святителю клирики То тем более, конечно, должны были вторить ему знатные, разращенные классы столичного населения Которые более всего подвергались обличениям со стороны святителя Не переставшего выступать против них в церковной кафедре С беспощадностью неподкупного судьи Они обвиняли его даже в возбуждении низших классов народа Против высших, бедных, против богатых Во всяком случае им совсем не нравился архиепископ Который вместо того, чтобы пиршествовать с богатыми Предпочитал общество бедных и больных, труждающихся и обремененных Но более всего недовольны были им дамы высшего столичного общества Изысканные наряды которых находили себе в лице Иоанна Неумолимого обличителя И это были самые опасные враги Всякое неприятное им слово святителя Иоанна Они с чисто женской способностью преувеличивали и раздували А когда он обличал их в безумную роскошь Для удовлетворения которой мужья их должны были разорять и грабить народ Укорял их за то, что они искажали образ Божий Румянец наподобие изобели И подводя себе глаза сурьмой наподобие египетских идолов То это было больше, чем они могли стерпеть между ними Пошла за намеренная молва, что в этих речах Святитель империум даже не в них Этих знатных дам А гораздо выше В саму августейшую императрису Елдоксию До сведения которой не приминули довести все слышанное и в преувеличенном виде И вот мало-помалу Вокруг великого святителя Копились от тучи злобы, ненависти и клеветы Которые рано или поздно должны были разразиться грозой Над его священной главой Иоанн знал об этом Но по своей доброте Всецело уповая на промысл Божий Не обращал никакого внимания на козни своих врагов Между тем они не дымали И между ними, к несчастью, оказался Такой влиятельный и рад, как Феофил Александрийский Дальше Пойте и пайте, миром Господу, помолимся